Сказка-ложь, да в ней намёк. И не поспоришь, когда на сцене спектакль «Золотой цыплёнок» Лепецкого государственного театра «Кукол». В этой трогательной истории всё как в жизни. Любовь и дружба, очарованность и разочарование, коварство и хитрость. И надежда, всё будет хорошо, ведь добро всегда побеждает зло. Странные родители, странные родители, у детей бывают иногда. Что чувствует цыплёнок, узнав, что его любимый папа – хищный зверь? Почему волк становится любящим отцом, забыв о суровых и грубых повадках? Какие козни строит мясносная интриганка с рыжим хвостом? И зачем родители непрестанно ругаются и будто делят малыша между собой? С первых же минут сказочные события захватывают и подвигают на размышления. Правильно расставленные акценты, они нашли отклик в сердце юного зрителя и, собственно говоря, взрослых людей, с которыми детишки пришли. То есть это спектакль для семейного просмотра, и человек любого возраста, будь то маленький ребёнок или подросток, или взрослый человек состоятельный, уже имеющий семью и, естественно, семейные проблемы, связанные с теми или иными вопросами, каждый найдёт своё в этом спектакле. На сцене бок о бок артисты в образе сказочных персонажей и главный герой – цыплёнок, кукла, которая помогает ожить магия театра. Мимика, жесты, движения зрителям в зале едва под силу разглядеть, что сложной конструкцией управляет не один человек. Всё делается в четыре руки. Это мой любимый персонаж из спектакля «Золотой цыплёнок». Цыплёночек. Маленький, только что вылупившийся из яйца и попал в такую семейную драму, скажем так. Куклы вообще делают художники так, что под определённым углом, когда смотришь на куклу, вот она поворачивает голову, может задуматься, может расстроиться, может удивиться, смотрит прямо в глазки, хлопает глазками и внимательно слушает. Восторг от спектакля не скрывают ни дети, ни взрослые. Первую встречу с липецкими артистами и куклами севастопольская публика запомнит надолго. Добрая была сказка о цыплёнке. В десах хотелось есть птенца, который родился. Мне очень понравились персонажи, очень добротно сыграно, очень милый волк был, очень понравился. Гастроли Липецкого государственного театра «Кукол» проходят в стенах Севастопольского театра юного зрителя. В программе три спектакля «Золотой цыплёнок», «Авоська в городе», «Дюймовочка». Даже для театра «Кукол» он достаточно объёмный. У нас в одном из спектаклей более 50 кукол. Поэтому это вот как раз у нас будет «Дюймовочка», и увидит она самая такой яркий, красочный спектакль. Приезда Липецкого театра «Кукол» в наш город с нетерпением ждала не только публика, но и местные коллеги по цеху, они же добрые товарищи. Недавно «Севастопольский тюз» побывал на гастролях в Липецке, и вот ответный визит. И всё это в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Кстати, нашим артистам в этом театральном сезоне довелось немало колесить по просторам страны. В Москве мы побывали, в областном театре «Кукол», где мы показали три наших замечательных сказки. И нас пригласили ещё на весенний марш такой по трём городам России. Это Воронеж, Старый Оскол, город Липецк. Это большая удача, на самом деле, не выезжая никуда, увидеть, вот как работают театральные коллективы в других городах. В Севастопольском театре юного зрителя надеются, что такую возможность горожане не пропустят и познакомятся с удивительным миром театра «Кукол». Представления в Севастополе гости будут давать до 19 мая. Нужно поторопиться, ведь следующая встреча с ними состоится не ранее, чем через год. Если, конечно, вы сами не собираетесь в Липецк. Наталья Данилова, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.